Сегодня выяснилось, наконец, что наш генеральный прокурор Скуратов только прикидывался больным. А на самом деле он жертва грязных интриг, спекулянтов и олигархов, которые шантажировали генпрокурора его личной жизнью, записанной на видео. Поэтому в едином порыве Совет Федерации защитил нравственность генерального прокурора, создав таким образом прецедент открытого мятежа генпрокурора против исполнительной власти. Однако здравствуйте. У нас застрял в дверях прокуратуры сам генпрокурор Скуратов. Ни туда, ни сюда. Сначала он утверждал, что отдыхают в ЦКБ, а затем вдруг начал звать на помощь. На крик сбежался Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Спасли. Точнее, думают, что спасли, и на самом деле генпрокурор застрял окончательно. Известно, что у нас кто-то слишком много. И не только ел. Казалось бы, мелкие житейские радости. Скуратов утверждает, что его шантажировали личной жизнью. Проще говоря, широко распространилась, при этом неизвестно кем, кассета, изображающая интимную жизнь с участием генпрокурора, снятой, очевидно, скрытой камерой. Кстати, пока Скуратов отдыхал, в одной из газет утверждалось, что пленку переправил наверх один из его заместителей, который, мол, сам развлекал Скуратова и сам же его предал. Отдохнувшись, Скуратов сегодня заявил, что его подставили олигархи. За последнее время вокруг меня и в какой-то мере прокуратуры в целом сложилась явно нездоровая обстановка, создающая препятствия для нормальной работы. Я почти физически ощущал, что активность правоохранительных органов для некоторых стала как кость в горле. Большую лепту в процесс отставки внесли и известные вам олигархи, имеющие свой интерес в уголовных делах, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти. Юрий Ильич известен своей, как бы сказать, крайней расчетливостью, осторожностью и лояльностью, даже услужливостью. Всем всегда старался угодить, и олигархам тем же. При этом ни одного из так называемых громких дел не довел до конца. Характерная манера Скуратова, как только наступал срок отчитываться по очередному громкому делу, обнаружилось резкое продвижение в другом деле. И так много раз. При всей своей удобности Скуратов все-таки уже давно вызывал неудовольствие власти, выпиющей своей нерезультативностью. Ну что, журналисты, давайте вместе попытаем генерального прокурора, какие громкие дела он раскрыл за последние, скажем, пару лет. Мы просто здесь не можем рисковать. У нас есть доказательства, но мы же понимаем, что здесь все надо сделать так, без сучка, без задоринга. Тут же такой шум поднимется, если мы в чем-то ошибемся. Вот эта съемка почти двухлетней давности. Допускаешь, что какие-нибудь олигархи обиделись на Скуратова. Где они, правда, эти олигархи, и кто их видел в последнее время? Однако не олигархи, наверное, заставили Скуратова сфабриковать дело против элитных офицеров десантного спецназа и неоднократно публично лгать о том, что убийство Холдова практически раскрыто. Однако, касательно вот известного компромата, я, собственно, не понимаю, кто это шантажировал, господин Скуратов, что он так обиделся. Насколько я понял, все каналы заявили, что никаких пленок показывать не будут ни при каких обстоятельствах. Хватит уж истории с банным министром Ковалевым. Кстати, помните, все тогда весело ржали по поводу девочек и бани, оставляя в стороне вопрос о том, что баня это была солнцевская. И что не в бане вопрос, а в обязательствах, возникающих перед обладателями кассеты, которые, очевидно, были и поставщиками услуг. И вот плоды злонравия. Сенаторы решили защитить Скуратовых и Ковалевых от безнравственного телевидения. Совет Федерации одобрил закон о Высшем Совете по защите нравственности теле- и радиовещания, в принятом Государственной Думе 10 марта. При необходимом минимуме 90 голосов за одобрение закона проголосовали 115, против семеро воздержались двое. Испугались. Вот она зачем нужна была полиция нравственности на телевидении. Заметьте, 9 сенаторов отказались спасти генпрокурора. И 9 же отказались блюсти нравственность на телевидении. Подозреваю, что это те же самые люди. Вот приходится предположить, что защита нравственности – это чтобы кассету Проскуратова не показывали, ну и не только Проскуратова. Однако ее никто не собирался показывать. Совсем наоборот. Подвиги генпрокурора обрастают дополнительными романтическими деталями. В сегодняшнем номере газеты «Аргументы и факты» изложена еще одна версия причин отставки генпрокурора. Под заголовком «Романтическая история Скуратова». В последнее время, утверждает АИФ, у господина Скуратова сложились близкие отношения с прокурором Швейцарии Карлой Дель Понте. Они стали настолько тесными, что поползли слухи о том, что очень скоро тайны швейцарских банков, о ворованных в России миллиардов долларов, станут известны нашему прокурору. Уж не знаю, какие там романтические отношения с Карлой Понте, коллегам виднее. Однако, как романтично Скуратов посотрудничал со швейцарской коллегой в деле Михася Михайлова. Может, у него с Михасем романтические отношения, а с Карлой Понте так легкий флирт для отвода глаз. На самом деле, совершенно плевать на романтизм господина Скуратова. Он может лично жить с кем угодно. Это вопрос вкуса. Однако, эта личная жизнь снималась, насколько мне известно, более года назад, а возникла вот только сейчас. Это не такое уж дешевое удовольствие, снимать личную жизнь генпрокурора с крытой камерой. Не думаю, что этим занимались невинные визионисты. Вот эти вопросы и должны были задавать Скуратову сенаторы. Кто посмел и с какой целью шантажировать нашего доблестного прокурора? И насколько все это зашло далеко? Юрий Ильич очень мало похож на героя. Даже если все, что он говорит, правда, его поведение с заявлением об отставке, по состоянию здоровья, можно охарактеризовать только как трусость. Ну и что? Ну, струсил. А потом при поддержке товарищей собрался, взял себя в руки. Однако, нет никаких оснований считать, что это тогда раньше Скуратов струсил, а теперь стал смелым. А может, он именно сейчас струсил. И именно сейчас подвергается давлению именно тех, кто любой ценой хочет использовать его и не может себе позволить потерять управляемого человека на посту генерального прокурора. Смотрите, тихий, лояльный человек, неконфликтный, который старался всем вечно услужить, всем быть полезен на всякий случай. И то, на что он пошел сейчас, это, по сути, мятеж против президента с непредсказуемыми последствиями. И не только лично для Скуратова. Прокуратура – единая иерархическая структура, отвечающая за контроль над всеми правоохранительными органами. Единственная, которая может дать санкцию на арест любого человека. И вот она выходит из-под контроля президента и исполнительной власти вообще. Спасая свою карьеру, честь, шкуру, выбирайте, что кому больше нравится, Скуратов окончательно определил свою политическую ориентацию. Это четко видно при акции думских левых. И тут же обращение Совета Федерации лишить права занимать государственные посты лиц, принимавших решение 17 августа. Вот она, охота на ведьм, для которой нужен соответствующий генпрокурор, к нему обращение. Цена снисходительности к мелким слабостям генпрокурора – развал правовой системы России, по сути, развал власти. Этого не могут не понимать президент и премьер, какие бы кошки там между ними не пробегали. Что касается Евгения Максимовича, то какой бы он ни был экономист, но пункт морально устойчив, характеристики он не может не уважать. В заявлении пресс-службы президента по итогам состоявшейся сегодня в ЦКБ встречу Ельцина и Примакова говорится, президент и премьер, полностью поддерживая усилия Верхней Палаты Парламента по борьбе с преступностью и коррупцией, едины во мнении, что нечистоплотность и политиканство несовместимы с высокой должностью прокурора. По мнению полномочного представителя президента в Совете Федерации Юрия Ярова, Борис Ельцин даст свою оценку нестандартному ходу, использованному Скуратовым для привлечения внимания к проблемам, назревшим в генпрокуратуре. Нестандартный способ, это очень мягко сказано, по-русски этот стиль называется подлятиной. Странно, что наши принципиальные сенаторы этого как-то не заметили. Однако пора прощаться. Что касается Высшего Совета по защите нравственности среди нас, то есть на телевидении, предлагаю кандидатуру господина Скуратова и Ковалева Валентина. Если Скуратова теперь после всего удастся его освободить. Кстати, теперь сам Бог велел освобождать. Уверяю вас, эти справятся. Как помните, дети до 16. До свидания, до завтра.